Цель человека зависит от его мотивов внутренних. Ваша цель – выйти замуж. А ваша природа заботится, этому может помочь. А может и нет. Потому что человек, когда находится в униженном состоянии, мужчина не может понять, кого его брать замуж. И женщина, которая ухаживает за ним, она выполняет роль матери, а не жены. И вот мой опыт показывает, что когда мужчина унижен, и попадается женщина, которая его поднимает, она является всегда промежуточным этапом. То есть она его поднимает, а замуж он берет кого-то другого. Потом. Поднимите руку, у кого так было. Вот, есть уже опыт. Спасибо, я вас слышу. Идти дальше. Видите, если вы будете помогать ему, не привязываясь к тому, что он может вас взять, то он может вас взять. Но если вы будете на это надеяться, у вас нет шанса. То есть если вы будете помогать ему просто, и вы не зависите от него, тогда он, когда очухается, может вас воспринять как вариант. Потому что, смотрите, вот когда вы ему помогаете, и он к вам привязывается в это время, обещает что-то, начинает. Потом, когда он приходит в себя, он начинает думать о том, что он преждевременный шаг сделал, потому что он не был достаточно силен, чтобы выбирать. Понимаете? То есть он не выбирал, вы просто кто попался, то он и взял. Потому что у него кто-то попался. Это для мужчины неприятно. Понимаете? Но если вы не привязываете, просто ему помогаете, держитесь на расстоянии, он будет сам пытаться как бы с вами ближе быть. Но вы держитесь на расстоянии, пока он не придет в себя. Вот когда он придет в себя и начнет уже думать, он вас выберет из всех, кто есть вокруг. И тогда уже это совсем другое дело. Когда мужчина унижен и слаб, с ним нельзя знакомиться в это время. Это очень опасно. Он потом отвергнет, когда придет в себя. Спасибо. А помогать? А помогать? Хорошо.